Взрыв ударного дрона в Калинковичах, смерть в очереди за талончиком Жодина и ограбление американцев в Гродно. В нашем выпуске эти и другие события в регионах. А вы тем временем поддержите нас, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Только помните о безопасности. Стало известно место падения российского дронов в Калинковичах. По сообщениям местных источников, беспилотный летательный аппарат рухнул в юго-восточной части города, на улице Куйбышева. Именно ее утром 3 октября перекрывала милиция. В этом районе расположены в основном частные одноэтажные дома. Есть несколько промышленных и административных территорий и кладбищ. В местных чатах распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой было зафиксировано падение шахеда. Позже стало известно, что женщину, передавшую эту запись так называемым экстремистским ресурсом, задержали силовики. Горожанку обвинили в сотрудничестве с ними, в насаждении паники среди населения и завели в отношении нее уголовное дело. Пользователи чатов и соцсетей активно обсуждали падение летательного аппарата. Многих из них ночью разбудил свист падающего беспилотника. Взрыв был очень сильным. Многим показалось, что сейчас вылетят стекла в окнах. Звуковая волна, докатилась даже до ближайших деревень. Украинские мониторинговые каналы сообщили о дроне, который вошел в воздушное пространство нашей страны с территории Киевской области. А в Беларуси на официальном уровне об упавшем беспилотнике ничего не сообщалось. Напомню, в последнее время российские шахеды по непонятной причине стали регулярно заходить в Беларусь. Около месяца назад один из них был сбит над территорией Гомеля, в результате чего загорелись складские помещения. В Лоеве на границе с Украиной за съемку военных объектов задержали местного жителя. По информации телеграм-каналов, приближенных к силовикам, 29-летнего мужчину увидел спецназ, когда тот снимал фото и видео вблизи границы. Сообщается, что при обыске у задержанного якобы нашли множество роликов с военной техникой и подписки на экстремистские ресурсы. Мужчину передали в руки сотрудников ГУБОПИК. Напомним, недавно в Лоеве в общежитии местного педколледжа подселили военных, на поведение которых нередко жалуются местные жители. Жодино в местной поликлинике в очереди за талоном скончался мужчина. По словам очевидцев, в 6.30 он на велосипеде приехал в поликлинику и стал ждать, пока откроется регистратура, но так и не дождался. Мертвым его обнаружил другой человек, который тоже стоял в очереди. На вид скончавшемуся мужчине было за 70 лет. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. В сети жодинцы жалуются, что в последнее время из-за нехватки врачей занимать очередь приходится нередко еще до открытия учреждения, чтобы получить заветный талон. В Кобринской средней школе номер 4 хотят обязать платить за обслуживание пропускных турникетов, которые установили в начале учебного года. Как пишет интернет-ресурс «Зеркало», родителям учеников настойчиво рекомендуют заключить договоры с частной фирмой «Инфопост», обслуживающей турникеты. Их уже раздали ученикам и работникам школы. В договоре прописана выдача и обслуживание специальных электронных карт-ключей, по которым будет вестись пропуск в школу. Причем за карточный пропуск требуют заплатить 6 рублей, но если ребенок карту потеряет, ее вновь придется платно заказывать. А вот за обслуживание турникетов платить придется от 3 до 4 рублей ежемесячно. Несогласные родители обратились за разъяснениями в Главное управление по образованию Брестского облсполкома. После этого руководство школой сообщило родителям, что можно карт-ключи не покупать. Для детей без карт организует отдельный вход по дневнику или карте учащегося. Однако зайти они смогут в школу лишь после того, как пройдут все дети с карт-ключами. И только затем сотрудник департамента охраны проверит данные учеников без карты и со своего пульта откроет вход. Ворши уже больше года не могут отремонтировать пешеходный путепровод на улице Шкловской. Как сообщил телеграм-канал Витебск «Я гуляю», местные жители жалуются на то, что обходные пути неудобны и занимают много времени. Поэтому на свой страх и риск они вынуждены переходить через железнодорожные пути в неположенном месте. Путепровод закрыли еще в сентябре прошлого года. Местная газета писала тогда, что спецавтобазой объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации. Однако с тех пор новостей о ремонте не поступало, а работы не ведутся. Путепроводу более трех десятков лет. В мае 2023 года его состояние признали предаварийным. А пока его ремонт поставили на паузу, ворши запланировали поставить флагшток стоимостью более 5,5 миллионов рублей. Уже объявлена закупка его проекта. Жители деревни Романовича Гомельского района жалуются на отсутствие воды и канализации. Как пишет интернет-ресурс «Сильные новости», здесь в 2015 году нуждающимся в улучшении жилищных условий стали выделять участки под строительство жилья. И хотя многие из домов уже построены и сданы в эксплуатацию, жить в них еще нельзя. Одна из застройщиц посетовала, что провести воду и канализацию обещали с 2022 года. Причем сроки по разным причинам постоянно сдвигались. Не хватало людей, техники, закупили неправильное оборудование, мешали погодные условия. Застройщики неоднократно обращались в различные органы власти с просьбой помочь. Гомельский босполком признал наличие проблем и объяснил, по какой причине они возникли. Например, часть работников стройтреста была занята на строительстве нового корпуса детской больницы. Также график сдвигался из-за грунтовых вод, которые затрудняли работы, а еще из-за проблем с поставками стройматериалов. Судя по всему, в этом году дом вновь законсервируют на зиму, потому что проживать там без воды и канализации не представляется возможным. В Каменце произошел конфликт между электросамокатчиком и милиционером. Молодой человек ехал на самокате по проезжей части, что не понравилось силовику. Он остановил парня и объяснил, что по закону на самокатах запрещено передвигаться по проезжей части. Можно только по тротуарам или велосипедным дорожкам. Самокатчик попытался оправдаться, сославшись на высокие бордюры, которые мешают заезжать на тротуары. Однако милиционер указал, что остановил его в районе, где недавно сделали новые тротуары с удобными съездами. Парень заявил, что не хотел останавливаться, потому что был не в настроении. Силовик пригрозил, что игнорирование требований сотрудника милиции может повлечь последствия. Парень выложил видеоразговоры с милиционером в соцсети. Вскоре к нему пришли силовики и в его телефоне якобы обнаружили подписки на экстремистские канала. Среди списка контактов нашли контент для взрослых. Местная пропаганда утверждает, что там содержалась детская порнография. При этом неясно, был ли парень действительно подписан на эти каналы и пересылал ли он кому-либо подобные видео. Где сейчас находится самокатчик и какие последствия его ожидают, пока неизвестно. Американские туристы, приехавшие в Гродно, столкнулись с неожиданной проблемой. Эта история появилась в соцсетях. Пользователь рассказал, что у его девушки украли сумку с ценным лекарственным средством – Аземпиком. Этот дорогостоящий медикамент был жизненно важен для девушки, поскольку она использует его для лечения диабета первого типа. Без лекарства туристы оказались в сложной ситуации и теперь пытаются приобрести его в Беларуси. Однако Аземпик пока недоступен в аптеках. Найти его можно лишь в белорусских онлайн-магазинах. Цены стартуют от 230 долларов. Пользователи предложили американцам отправиться в соседнюю Польшу, где препарат можно купить по рецепту в среднем за 90 долларов. Теперь перед парой стоит выбор – срочно вернуться в США или искать медикаменты за границей. Уезжать из Беларуси они не хотят. По их словам, им здесь нравится. В Бобруйске раскрыта крупная мошенническая схема, которую на протяжении более года организовал главный механик одной из местных предприятий. 34-летний мужчина обманул своих подчиненных и три банка, присвоив общей сложности почти 370 тысяч рублей. Инцидент скрылся случайно, когда один из сотрудников попытался оформить рассрочку на телефон. Вдруг оказалось, что у него уже была оформлена аналогичная покупка. Он вспомнил, что когда-то передавал свой телефон начальнику. Следствие установило, что мошенник действовал с октября 2022 по декабрь 2023 года, убеждая коллег брать кредиты или оформляя их на чужие сим-карты без ведома владельцев. Полученные деньги он тратил на азартные игры и оплату налогов. Всего механик обманул 35 человек и совершил 98 эпизодов хищения. Его заключили под стражу, а имущество арестовали. В Стародорожском районе три пенсионерки, самой старшей из которых было 85 лет, заблудились и провели ночь в лесу. Как сообщили в МЧС, пожилые женщины отправились в лес за ягодами утром, но в какой-то момент потеряли ориентировку, а самостоятельно выбраться не смогли. Одна из них позвонила с мобильного телефона спасателям. В поисках сельчанок задействовали 7 единиц техники и 25 человек. Когда совсем стемнело, женщинам ничего не оставалось, как остановиться и сесть на траву. Утром они услышали звук поездов и вышли к железной дороге. Там пенсионерки и встретились с работниками МЧС, которые к тому времени уже возобновили поиски. Медицинской помощи сельчанки не нуждались.